МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика». С основными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Стихи в честь победителей. Я не пойму, куда попал. Я слышу только крик и стон. В Чебоксарах подвели итоги конкурса патриотических стихов. Трамплин для будущих акул-пера. Здесь мы снимаем различные сюжеты, ходим на различные мастер-классы. О чем писали и как учились юные журналисты на фестивале «Волжские встречи». Что нам стоит дом построить? Какие здания хотят видеть маленькие чебоксарцы в столице республики? Сегодня в Чебоксарах подвели итоги конкурса патриотических стихов ради жизни на земле. Он проводится на протяжении пяти лет и каждый раз под новым девизом. В этом году мы говорим спасибо еще за одну весну. В свои стихи победители республиканского конкурса с чувством, толком и расстановкой читали ветеранам. На встречу в Музей боевой славы пригласили троих участников войны. Владимир Никитинский воевал на Курской дуге, а в 43-м году в составе стрелкового полка форсировал Днепр. Александр Федотов был призван в ряды вооруженных сил только в 51-м году. В годы войны он трудился в тылу. А Валентина Щетникова служила медицинской сестрой на Белорусском фронте. Именно им, людям, которые ковали победу, посвящали свои работы юные поэты. Я не пойму, куда попал. Я слышу только крыш и стон. Орудий слышу громкий шквал, что грозно бьют со всех сторон. Стихи о матерях и женах, которые ждали дома своих солдат. Стихи о детях блокадного Ленинграда. Глава республики призвал школьников не забывать о значимости Дня Победы. И героях Великой Отечественной. Они выступали как единая семья, имея свой патриотический дух, любя свою родину. И тем самым показывали на уровне всего мира, что советский народ никогда не победил. На заочный этап конкурса было прислано 185 работ. А в финал отобрали более 30. Наградили только четырех школьников из Чебоксар, Шумерли и Яльчиковского района. Многие из них посвящали свои стихи прадедам, которые тоже сражались на войне. Мария Печенкина из 59-й школы написала целую поэму и прочитала всем ее отрывок. Организаторы отмечают, что количество участников этого конкурса увеличивается с каждым годом. Причем часто свои работы на суд жюри присылают и жители районов. Провели Михаила Игнатьеву и экскурсию по музею боевой славы. Здесь собрано множество экспонатов, в том числе и личных вещей, которые принадлежали солдатам. Глеб Бритвин, Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика. Рабочее совещание с членами Кабинета министров прошло сегодня после длинных выходных. По данным МВД, в первомайских мероприятиях приняли участие более 25 тысяч жителей Чувашии. В целом все прошло без происшествий. На планерке обсудили и другие актуальные проблемы. Сейчас полным ходом в республике идут весенние полевые работы. В этом году посевная площадь составит 570 тысяч гектаров. Это больше прошлогодних показателей почти на 4%. Пока посеяно 67% от запланированного. Более 80% от запланированного посеяно в 6 муниципальных районах. Это наибольшая площадь севы. Это составляет у нас Яльцовском районе 13,8 тысяч гектаров. И 90% более 10 тысяч гектаров. Это Баттерский 12,2, Гурнарский. По словам министра, прошедшие осадки не помешали работам. Наоборот, посевы получили необходимый запас влаги. Сейчас наступил самый ответственный момент, когда надо мобилизовать все имеющиеся силы. И средства для проведения пассивных работ в максимально сжатые сроки. Подчеркнул Михаил Игнатьев. Это уже традиционно сложилась такая практика. Кто первым выходит и начинает сеять, у него и урожай больше. Поэтому раньше уборка начинается и не заходят уже осенние дождливые месяцы. Это тоже очень важный фактор. Обсудили на совещании комплексный план модернизации Канаша. По федеральной программе развития моногородов, два города Чувашии, Новочебоксарская и АлатРа получили средства из российского бюджета. 28 апреля на совещании при президенте России было принято решение о выделении Канашу 820 миллионов. Финансирование начнется уже в июне этого года. Основу экономического потенциала города составляют два завода. Промтрактор «Вагон» и канашский автоагрегатный. Чтобы сократить зависимость от градообразующих предприятий, предполагается диверсифицировать экономику города за счет создания индустриального парка. Для него, в свою очередь, нужна инженерная инфраструктура. Необходимо построить канализационные очистные сооружения, реконструировать котельные и водопроводные сети, отремонтировать дорогу. По твердым бытовым отходам и по дороге сегодня ведется допроектирование. По дороге, в частности, переводы земельного участка, там немножко пришлось обойти. Плюс по твердым бытовым отходам мы определяем сейчас. Город Канаш совместно с администрацией Канашского района определяется с участком, где будут вестись, сначала будут локализованы, проектированы и так далее. То есть сегодня, в принципе, еще раз по трем объектам у нас все готово. И мы готовы уже в 2014 году начать строиться. Глава Чуваши рассказал о том, что подписал указ об учреждении госнаграды почетного звания заслуженный эколог Чувашской республики. Такое решение, по словам Михаила Игнатьева, принято, чтобы повысить значимость природоохранной деятельности. На совещании глава также привлек внимание к экологическому состоянию заволжья. Мусор вдоль дороги давно там не убирается. Татьяна Молокова, Игорь Породчиков, Николай Яковлев, Республика. С 1 января 2015 года планируется увеличить ставки транспортного налога. При этом отменяются сроки уплаты налога, как предписывает федеральное законодательство. Готовятся и другие изменения. Вопросы налогового регулирования в ближайшее время станут темой обсуждения кабинета министров. Но предварительно они уже рассматривались на заседании общественной палаты. С 1 января 2015 года предлагается увеличить ставку транспортного налога. Рост от рубля до 13 в зависимости от автомобиля. Так, за мощность двигателя до 100 лошадиных сил придется заплатить с 13 рублей вместо 11. Для автолюбителей стоимость транспортного налога увеличится на 148 рублей. На сегодня с такой мощностью 63% всех транспортных средств в республике. Если мощность автомобиля от 100 до 150 лошадиных сил, ставка увеличится на 4 рубля с 19 до 23. В среднем транспортный налог увеличится на 500 рублей. При мощности от 150 до 200 лошадиных сил платить будут 37 рублей. Действующая ставка 31. Это на 1050 рублей больше. Изменение коснется 3% автовладельцев. До 250 лошадиных сил ставка повышается 62 до 65. За мощные автомобили придется платить 85 рублей за единицу. Таких железных коней в Чувашии 1%. И платить они будут транспортный налог на 2,5 тысячи больше, чем сейчас. При этом Светлана Янилина подчеркнула, что в Чувашии ставки транспортного налога остаются одними из самых низких среди регионов Приволжского федерального округа. Сумма дополнительных доходов индексации ставок транспортного налога оценивается в 2015 году порядка 109 миллионов рублей. Транспортный налог является источником формирования Дорожного фонда Республики и Дорожного фонда муниципальных образований. И в полном объеме направляется на строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Республики. На средства, поступившие от транспортного налога, в том числе, ремонтируются сейчас и республиканские дороги. Где-то капитально, с расширением полотна, а где-то выборочно, по мере необходимости. И, к сожалению, практика показывает, что ямочный ремонт является самым распространенным, а его результат – самым недолговечным. С начала весны в Чувашии залатали почти 17 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Тем временем автолюбители продолжают выкладывать в интернет фотографии дорог, которые явно требуют ремонта. Вот, к примеру, что осталось от дороги Аллатырь-Киряй-Бреси. На сегодняшний день производится работа по выполнению ямочного ремонта. И после 9 мая будут выполняться ремонтные работы по среднему ремонту. И мы ожидаем до 10 июня. Эти работы на протяжении 10 километров будут закончены. На капитальный ремонт этой дороги, по словам Валерия Атрохова, денег пока нет. Финансовая составляющая и делает ямочный ремонт самым популярным. На сегодняшний день автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения в республике ремонтируют методом пневмонабрызга с струйно-инъекционным распылением. Если ямочный ремонт производить горячим асфальтобетоном, то нужна бригада в составе 5 человек, дорожных рабочих, каток, должен быть задействован автомобиль, КАМАЗ, который подвозит асфальтобетонную смесь. В данном случае используется только один агрегат. При помощи такого струйного распыления можно залатать ямы глубиной до 5 сантиметров. Если яма больше, то понадобится щебень. Со смену данная машина может отремонтировать порядка 100 квадратных метров дорожного полотна. Производительность зависит от погоды. Заделывать ямы таким способом можно лишь в теплую сухую погоду. На всех дорогах есть эти участки. То есть по привязкам как бы не скажу. То есть это бессмысленно сейчас говорить, ввиду того, что сейчас просто-напросто дорога, вернее, земполотно только-только начинает оттаивать. И вполне возможно появятся еще дополнительные объемы работ, в том числе по устранению ямочности, придется их выполнять. Марина Рябцева, Регина Кубайкина, Антон Вовк, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Никите Турчину недавно исполнилось 13 лет, но он уже успел познать премудрости телевизионной журналистики. Свои первые сюжеты школьник начал снимать 4 года назад. Пока это только его хобби, но он уже всерьез решил стать тележурналистом. Фестиваль «Волжские встречи» сам Никита называет своеобразными курсами повышения квалификации. Говорит, что здесь он черпает свежие идеи и находит новых друзей. Здесь мы снимаем различные сюжеты, ходим на различные мастер-классы. То есть мы обмениваемся опытом, общаемся с разными людьми. Многие участники фестиваля приехали в Чебоксары, чтобы посмотреть на других и поработать. В съемочной группе из телестудии «Пионер» удалось снять большой репортаж о киноактере Иване Кокорине. Он встречался не только с юными журналистами, но и с обычными школьниками. Начинающий корреспондент не упустила свой шанс и тоже получила от звезды урок мастерства. Первая творческая командировка для Влады стала довольно плодотворной. Девушка признается, что давно мечтала о такой работе. Но полноправным членом телевизионной студии ей удалось стать по воле случая. «Я отдыхала в лагере в Олимпе, и туда приехали вот они, студия Игоря Борисовича, нашего руководителя. И как бы набирали участников. В общем, мне это заинтересовало, меня это тем, что можно общаться с разными людьми». И Влада, и другие участники фестиваля привезут из Чебоксар гигабайты фотоснимков и расписанные от корки до корки блокноты. Молодым журналистам будет о чем рассказать в своих репортажах и статьях. К примеру, об увлекательных экскурсиях на кондитерскую фабрику и в музей космонавтики. Образовательная программа на юбилейном фестивале тоже была насыщенной. Ребят учили снимать, грамотно брать интервью, писать интересные статьи и даже получать эксклюзивную информацию. Тренеры отмечают, что последние годы в стране появилось огромное количество газет и телестудий, где работают только дети. «Такое начинание, как школьная пресса, дает им возможность почувствовать вкус профессии. Это сейчас очень развивается, очень много конкурсов, фестивалей проходят именно для школьных средств массовой информации. И это очень здорово, потому что состояние в этой части журналистики очень благополучное». Встречаясь на Волге, будущие акулы и пират тоже печатают свою газету. Над этим изданием трудится большой и дружный коллектив. Свежие номера выходят ежедневно и даже в электронном формате. Работу пресс-центра фестиваля оценила глава республики. Пишущая братья решила взять Михаила Игнатьева в свою команду. «И отныне вы наш союзник, друг, коллега и партнер по редакции». Вообще визит Михаила Игнатьева здесь освещали по-настоящему масштабно. На импровизированные пресс-конференции собрались более 40 человек. У главы республики интересовались, кем он хотел стать в юности, был ли у него кумир и как проводит свободное время его семья. «Сегодня, конечно, занимались уборкой, покраской деревьев, соответственно, стволы имеется в виду очисткой, наведением, одним словом, порядка». Этой встрече фестивальной газете посвятили большую статью сразу на три полосы. А лучшие работы участников 25-х встреч на «Волге» отберут для участия в масштабном форуме «Бумеранг». Он состоится по традиции в детском лагере «Орленок» уже этим летом. Дмитрий Ковалев и Антон Вовк. Республика. «Талантам надо помогать». Вот уже около 50 лет эта фраза – негласный девиз коллектива Чебоксарской детской музыкальной школы номер три. И все это время педагоги стараются, чтобы увлечение музыкой стало делом всей жизни для большинства учеников. Тишина здесь бывает только ночью. А днем и вечером царит музыкальное многоголосье. Слышны звуки фортепиано и народных инструментов. В соседнем кабинете распеваются будущие певцы. Рядом целый оркестр. Более 600 детей столицы получают здесь музыкальное образование. Причем выбрать направление по душе не составляет труда. Было бы желание. Педагоги учат пению и игре на различных инструментах. А еще здесь рождаются настолько талантливые творческие коллективы, что даже профессионалы с трудом верят, что это всего лишь ученики. Многие наши ученики стали в последние годы лауреатами как международных, так и всероссийских, межрегиональных, республиканских и городских конкурсов. И не только лауреатами, дипломантами и лауреатами первой степени. Если ребенок талантлив, то он талантлив во всем. Музыкальный слух, хороший голос, внутреннее чувство ритма. Всем этим обладают воспитанники отделения хореографии. Они достигли таких высот, что покоряют даже зарубежных зрителей. Обучение длится 5 лет, где детишки проходят историко-бытовой, народный, эстрадный и классический танец, конечно. Помимо этого есть дисциплина истории балета и дисциплина музыкальной грамоты, которая очень помогает в хореографии слышать музыку, просчитывать ее, что необходимо деткам. Детки участвуют в конкурсах. Мы были за рубежом уже трижды. Во Франции, в Италии, в Болгарии. В основе успеха профессионализм преподавателей музыкальной школы. Среди них немало заслуженных работников культуры Чувашской республики. Они искренне любят своих воспитанников и вкладывают в них всю свою душу. Топ, топает малыш, с мамой по дорожке, милый стриж. Энергичные, инициативные, талантливые. Таков коллективный портрет учеников и педагогов Чебоксарской музыкальной школы номер 3. Они пишут портрет вместе, каждый год дополняя его новыми именами и победами. Евгения Егорова, Евгений Анисимов, Республика. У нашей съемочной группы появился шанс заглянуть в будущее. Точнее, в архитектурное будущее столицы Чувашии. И никакой машины времени при этом не понадобилось. Подробнее Ольга Пырочкина. Вполне вероятно, что именно так в недалеком будущем будет выглядеть, к примеру, пригород Чебоксар. А так, самый современный гостиничный комплекс столицы нашей республики. И не важно, что автор этих грандиозных проектов пока еще учится в школе. Я хочу, чтобы эту мою идею выполнили в реальности, построили в городе Чебоксары. Чтобы этот гостиничный комплекс привлекал туристов. Я работал с бумагой, картоном. Бывали такие моменты, что я приходил домой поздно и начинал вечером все делать под ночь. Там до часу, до двух сидел. Диму, как и полсотни других ребят, решили подкинуть свежих идей нынешним городским зодчим. Мы поучаствовали в конкурсе, который приурочили к 550-летию Чебоксара. Некоторые таланты не обошлись без помощи старшего поколения. Вот пример такого творческого союза – вариант реконструкции парка «Лакреевский лес». Проектные организации над такими задачами бьются несколько месяцев. Ну а в данном случае уложились за пару дней. Главная задумка и центр композиции – лабиринт из живых растений. Мне очень понравились идеи, которые бывают в лунопарке в Париже. Особенно, так скажем, как раз вот именно живой лабиринт из растений. Где, ну, он рассчитан на то, что, так скажем, дети могут спокойно бегать. Я вырезал деревья, камни сыпал, горбку делал, мост. Обычные кусочки пластика, веролайта, пленки. Ну, была небольшая вот работа над рисунками. Илья, как профессиональный архитектор, показал свою задумку не только снаружи, но и в разрезе. Этот дом я построила, чтобы по его макету сделать настоящий дом. У меня дом двухэтажный. На первом этаже у меня кухня, столы, стульчики и кухонный гарнитур. На втором этаже у меня зал, кресла, диваны. А вот на третьем – это как бы мансарда. Возникла идея провести конкурс будущих строителей, архитекторов. И поэтому городской конкурс мы назвали «Что нам стоит дом построить». Ребята участвуют в трех номинациях. Городская архитектура, городская среда и индивидуальный жилой дом. Ну, а сами работы очень интересные и знаменательные. То, что, наверное, может быть, с таких маленьких работ и будут новые проекты в столице нашей республики. Для данных проектов совершенно не важно, какая будет смета. Здесь нет капризных заказчиков. Иными словами, никаких границ для творчества. И это, пожалуй, самое важное, что отличает юных архитекторов от взрослых. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Республика. В начале мая исполняется 120 лет со дня рождения чувашского поэта, писателя и публициста Семена Эльгера. Сегодня в Литературном музее прошел памятный вечер. Семен Эльгер родился в 1894 году в Бресинском районе. В 1915-м был призван в армию. На фронтах Первой мировой войны был ранен, в Австрии попал в плен. Вернулся в Россию, прошел курсы подготовки учителей в Казани. После этого преподавал в начальной школе родного села. В 20-е годы сотрудничал со зданиями «Канаш» и «Наша деревня». Семен Эльгер был главным редактором редакции художественной литературы Чувашского книжного издательства, депутатом Верховного совета РФССР. Семен Эльгер обогатил чувашскую литературу новыми жанрами, такими как роман «Хроника», исторический роман, драматическая поэма. Он редактировал произведения молодых авторов. За большие заслуги в развитии чувашской литературы и активную общественно-политическую деятельность. Его имя занесено в почетную книгу трудовой славы и героизма Чувашской АССР. В столице республики одна из улиц носит имя Семена Эльгера. К главному празднику нашей страны в столице Чувашии начали высаживать цветы. До 9 мая осталось буквально 4 дня и на городских клумбах зазеленели тюльпаны. Раскрыться бутоны должны как раз к празднику. Кроме них город украсят и сложные цветочные композиции. В Парке Победы их составляют в основном из герани и бегоний, а у монумента славы и живых цветов загорится красная звезда. Ее каркас уже собран. Нам дают сетку, выделяем, это режем. Сначала двухслойно делаем, потом шьем, землю наполняем, продырявим и высаживаем цветы. Специалисты уверяют, к празднику все будет готово. В звезду, как и другие вертикальные цветочные композиции, высаживают уже расцветшие цветы, которые вырастили специально ко Дню Победы. Готовятся в республике и к праздничному параду. 6 и 7 мая с 2 до 6 вечера движение транспорта в Чебоксарах будет ограничено. Схема ограничения опубликована на официальном сайте столицы. Администрация города заранее приносит извинения за неудобства, а также просит автомобилистов по возможности пересесть на общественный транспорт. Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова